Самые лучшие врачи-сомнологи констатируют такой факт, что самым эффективным средством и средствами при храпе являются гимнастика и различные упражнения. Во многих случаях причина храпа это ослабление мышц носоглотки, а также начинающееся ожирение. Первое, даю несколько полезных советов. Никогда не спите в вот таком положении. Идеально при храпе спать на боку, голова должна быть приподнята над телом и конечно же выполняйте мои различные упражнения, которые я уже некоторые выложил и еще выложу. Плейлист вы найдете в описании, там постоянно будут прибавляться рецептики и будет как минимум 5-6 различных рецептов, включая гимнастику и включая различные упражнения. Если вы четко будете выполнять различные мои инструкции, буквально через месяц ваш храп уменьшится, а через 2-3 месяца он может полностью пройти. Итак, сегодня очередное упражнение. Каждый день, несколько раз в день берем чистый карандаш, любой простой или какой-то еще карандаш, кладем его между зубами и начинаем осторожно, осторожно прижимать. Прижимаем так где-то 10 раз, потом просто зажимаем и держим так 3-4 минуты. Карандаш желательно взять с мягкой структурой, потому что при таких упражнениях очень часто они ломаются. То есть, когда вы сжимаете карандаш, вот это дерево, из которого оно сделано, оно должно быть мягкое. И вы должны слышать, что зубы прямо продавливают это дерево. Очень часто, например, кахиноры и другие карандаши делают с более твердого дерева, и оно более хрупкое. В общем, подберите нужный карандаш или даже купите с десяток карандашей. Если поломался карандаш, не беда, берите другой. Ну и если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибо в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моём канале и встретимся ещё.